Сегодня мы с вами прогуляемся по городу Виллафлор. Это самый высокогорный город на Тенерефе. Он находится на высоте 1400 метров. Городская бесплатная парковка, большая территория. В городе не так много достопримечательностей. Среди них дом Эрмана. Другая достопримечательность – старинная католическая церковь. Около нее милая отреставрированная площадь. Советую вам съездить на смотровую. Она называется Plaza de San Roque. Оттуда открывается отличный вид на город Виллафлор. Город весь утопает в цветах. В центре города устроили приятный небольшой парк со скамейками и кучей зелени. Еще немного часовни. Иглесия де Сан-Педро. В центре сделано все удобно, чтобы передвигаться с колясками. А мы идем на маршрут к ближайшим горам. Очень редко тебя можно встретить на Тенерифе парке с водой, фонтанами. Лена греется на солнце. Тепло ли тебе? Мы нашли маленький акведук. Лос-малинос. То ли это акведук, то ли мельница. Страшненько. И действительно, это не акведук, а это мельница. Под акведуком небольшое здание под крышей. По дизайну напоминает пивные ванны в Праге. Механизмы мельницы ни к чему не подключены. Короче, от оригинала, похоже, мало что осталось. Это файк. Давайте зайдем в церковь. Очень классная церковь. Посмотрите на деревянный потолок. На деревянные иконы. Все отремонтировано, все в идеале. Очень атмосферно. Это рождественский вертип. Вот это ствол, вот это ствол. Офигаси сосна. Вообще немаленькая. Немного цифр. Первое дерево у нас Пинагорда. Высота 45 метров. Периметр ствола 9 метров 36 сантиметров. Его возраст 700-800 лет. Вторую сосну видно прямо с дороги. Видно, что она самая высокая сосна. Пина де лас дос пернадас. Его высота побольше 56 метров. А периметр поменьше 8,3 метра. Его возраст 500-600 лет. Послушайте, как поют птички. Модный деревенский отель Зигис, отель Рураль. Я считаю, это интересный отель, чтобы остановиться в Беллофлор, чтобы погулять по окрестностям. Отель расположен в старинном здании с интересными канарскими интерьерами. Ночь здесь стоит где-то в районе 60 евро, что вполне недорого. Ссылку на отель я оставлю в описании. Выходим на площадь с фонтанами. Да, похоже, что здесь недавно все отреставрировали. Все в идеале. Здание городской администрации. Почему-то висит 4 флага. Знаю испанский, канарский. А два крайних. Что-то не распознаю. В соседнем здании полиция локаль. Еще один аутентичный бар, ресторан. Прямо на площади. Называется Фэн Термана Педро. Меню, что можно заказать. В основном всякие закуски и тапасы. Отсюда же начинается интересный маршрут. ТФ-72 до лунного пейзажа. Туда-сюда расстояние 12 километров. Еще один отель Рураль. Вилла Флор. Находится на тихой улочке. Тоже построен в старинном здании. С коричневыми канарскими окнами. Магазинчик. Небольшой. Заказали, наверное, брендинг города. Все вывески сделаны в едином стиле. Алтентичный ресторан Каса Фано. Тоже смотрите, какая красивая вывеска. Вот, в общем-то, и все основные достопримечательности города Вилла Флор. Город известен прежде всего своими виноградниками и своей канарской картошечкой. На деревьях растут апельсины. Апельсины-то уже созрели. Наш сегодняшний маршрут идет по окрестностям Вилла Флор. Я думаю, мы идем на эту гору. Она называется Монтания Колорадо. На этом месте маршрут раздваивается. Налево дорога идет к лунному пейзажу. На гору Гуахара. И даже можно дойти до леса Ла Асперанзо. Всего-то 67 километров. Мы идем направо. Если хотите окунуться в настоящую канарскую жизнь, то вам сюда. Вилла Флор. Только по деревьям можно сказать, что сейчас осень. Желтые листочки. На самом деле осень уже кончилась. Сегодня 28 декабря. Остатки виноградников. На деревьях висят каштаны. По дороге встречаются миндальные деревья. Кстати, почки уже готовятся к весне. Через пару месяцев это дерево покроется красивыми цветами. Вот и миндаль. Вот так он растет. Сейчас я попробую для вас расколоть миндальный орех. Опа. Что-то я перестарался. Колим орех. Опа. Он оказался пустой. Пробую открыть другой орех. Смотрим, что там. Блин. Колим. И вот он. Настоящий. Канарский миндаль. Снимаю пробу. Очень вкусно. Я вообще люблю миндаль. Готов есть его. Утром, днем и вечером. Заметьте, мы идем выше облаков. Вообще здесь чувствуется спокойствие и умиротворение. Старинный дом под номером 4. Я сейчас ехал, чуть не задавил эту собаку. Она лежала прямо на дороге и не собиралась отходить. Как собачкам-то тут хорошо лежат на солнышке. Деревенская жизнь. Деревенская жизнь. Бетономешалка на фоне гор. Собаки встречаются вдоль дороги. Страшновато как-то около них проходить. Походу собаки тоже страшно. Ты что от нас убежала-то? Мы сами тебя боимся. Еще одна бетономешалка с видом на облака. Почему, интересно, здесь так много бетономешалок? Почему не гриль, не лавочки, не беседки, а именно бетономешалки ставят в самых красивых и романтичных местах? Когда вы смотрите спутниковые карты Тенерифе, то, наверное, замечаете непонятные зеленые штуки. Это резервуары с водой для полива. На террасах уже прорастает свежий урожай. Не знаю, что это. Может, какие-то салатики или картошка. Мы уже немного отошли от деревни Виллофлор. Ходим по террасам. Вдалеке видно сам город. Мы поднимаемся на гору. Она называется Монтаня де лас Месос. Подъемчик к гору. Совсем нехилый. Я даже немного запыхался. Видно два острова. Первый из них Гомера. Вдалеке видно самый дальний Канарский остров. Эльера. Что мы видим? Гору Гуахара, Лунный пейзаж, Эль Самбрера, Рокки де Альмендра и Эль Самбрера и Эль Самбреритто. Про гору Гуахара я рассказывал в своей статье про лучший вид на Тейде. Лучший вид на Тейде именно с этой горы и с горы Эль Самбрера где-то здесь. Обе статьи есть на моем сайте испаниагид.ру. Сквозь хвойный лес идет дорога на Лунный пейзаж. Лунный пейзаж это необычное место с желтыми скалами. Необычной формы, да. И кажется, что как будто бы ты на другой планете. Лена, разоблачитель всех разоблачений. Что ты думаешь про Лунный пейзаж? Не знаю, Лунный пейзаж совсем не Лунный. Есть много других мест, где можно почувствовать себя на Луне. Где, например? В любом месте кальдеры вокруг Тейды. А в Лунном пейзаже просто белые горы из известняка. На самом деле не будем столь категоричными. Вы и сами видите, что пейзаж действительно лунный и он необычный. Дорога туда идет несложная. Несколько километров по красивому лесу с указателями. Можно дойти даже с детьми. И особенно мне понравились две смотровые площадки, откуда видно эти горы даже без дрона. Дорога уходит дальше в горы, а мы забрались на Монтайне де лас Месас. Прошли 5,5 километров. Поднялись на 276 метров высоты. Начинается парк Корона Форесталь. Это заметно по большому количеству канарских сосен. Здесь начинается настоящий лес. Знакомьтесь, канарская сосна. У нее длинные и мягкие иголочки. Красивые большие шишки. Толстый слой коры. Толщина такая, что во время пожара дерево почти не страдает. Хоть и снаружи кажется, что оно полностью сгорело. Но уже через пару лет дерево снова оживает, как ни в чем не бывало. Так что, если хотите подобраться к лунному пейзажу максимально близко, езжайте на машине до точки, в которой я дал статье про лунный пейзаж на испании.гид.ру. Всего лишь в 10 метрах от дороги проходит тропинка для людей. По ней я планирую дойти прямо до Вилла Флор. Мы прошли уже 7 километров. Поднялись на высоту 470 метров. А находимся мы на высоте ровно 1700 метров. Мы дошли до развилки. Указатель на Вилла Флор и Часно. 2,8 километров осталось. Идем. Перед вами неприглядный зеленый кустик. В мае из него выйдет красивейший цветок тахинасты. Небольшой заводик в лесу. Здесь разливает знаменитую минеральную воду Вилла Флор, которую вы можете купить в супермаркетах Денирифе. Эта дорожка вниз совсем непростая. У меня даже коленочки устали. И снова зелененький резервуар для полива. Вот мы снова на этой развилке вернулись в Филла Флор. Мы сходили на ту гору, потом на эту гору. И спустились по не очень простой дорожке. Итого мы находили 11,5 километров. Поднялись на 591 метр. И ходили 6 часов. Маршрут оказался не самый простой, но интересный. Если вам понравился маршрут, ставьте лайки под этим видео. В описании к видео я оставлю маршрут нашей прогулки, а также полезные ссылки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok